Радио Вера представляет В теплой августовской ночью 352 года одновременно два человека, папа римский Либерий и состоятельный горожанин Джованни Патрицио, увидели во сне Богородицу. Божья Матерь призывала построить церковь в том месте, где на следующий день выпадет снег. Снегопад в Италии в самое жаркое время года, но утром 5 августа люди увидели, что один из семи холмов Рима, Эсквелин, побелел от снега. Здесь и была построена знаменитая нынче на весь мир базилика. Неудивительно, что итальянцы называют иногда эту церковь Божья Матерь в снегах. В память об удивительном снегопаде прихожане Санта Мария Маджора каждый год 5 августа осыпают друг друга лепестками белых цветов. Чудо со снегом изображено в старинных мозаичных панно у входа в базилику. На протяжении веков церковь Святой Марии постоянно претерпевала изменения. Самые разные времена оставили на ней свой отпечаток. Однако и в нынешнем здании, щедро декорированном барочными украшениями средних веков, угадывается благородство пропорций раннехристианской базилики. С древности здесь сохранилось множество реликвий и произведений искусства, например, мозаики триумфальной арки, рассказывающие о Рождестве Христовом и поклонении волхвов новорожденному Иисусу. Рождественская тематика неспроста богато отражена в облике Санта Мария Маджоры. В этом храме хранятся дощечки, почитаемые как части тех самых яслей, в которые Богородица положила младенца. Как мы помним из Евангелия, в ночь Рождества во всем Вифлееме для святого семейства не нашлось места для ночлега, кроме пещеры, в которой пастухи в непогоду укрывали скот. Поэтому колыбелью для бога-младенца стали ясли, а проще говоря, кормушка для животных. Святыня в римской базилике Святой Марии – это пять скрепленных между собою пластинок из оливкового дерева. Они помещены в большую хрустальную чашу, оправленную в золото. Реликварий находится в нижней церкви собора, именуемой Вифлеемской. В крипту ведут две лестницы, расположенные справа и слева от центрального алтаря. 25-го числа каждого месяца святую колыбель открывают для поклонения верующих, а в канун Рождества ясли выносят из храма и совершают с ними крестный ход. Найти в Риме базилику Санта Мария Маджора нетрудно. Собор расположен рядом с вокзалом Римени. Здесь же сходятся обе ветки римского метро. Открыт храм с 7 утра до 7 вечера. С вами путешествовал я, Дмитрий Серебряков, а программа подготовлена по материалам журнала «Православный паломник». Пространстве Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok